Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Бажан, я столяр, токарь, хозяин своей мастерской, блогер, в общем, что только не делаю. И сегодня хотелось бы мне с вами обсудить такой вопрос, как шпаклевка. Шпаклевание, всяких разных неровностей, может быть, трещинок, может быть, непроклеек швов и всего остального. Видео тоже будет короткое, но емкое. Итак, вот она, такая вот волшебная штука. Называется она связывающая для шпаклевки. И связывающая это выпускают все на свете вообще люди. Все, кто делает ЛКМ, лакокрасочные материалы, у всех в линейке есть эта связывающая фигня. Стоит она где-то примерно около 1000 рублей. То есть вот такая банка стоит 1000 рублей. Ну, значит, она очень долго расходуется и, в общем, тысячу свою отбивает легко. Что понадобится еще? Еще понадобится вот такое сито. Отобрал у жены. Самое обычное сито. Листочек бумажки. И пыль и стружка отсосна. Значит, тут вот такой важный момент. Здесь чем тоньше будет составляющая вот этой вашей пыли, тем лучше. Смысл очень простой. То есть древесная пыль смешивается вот с этой составляющей и заполняет все щели. Через какое-то время она твердеет. Эта штука твердеет очень быстро. И все. Можно ее шлифовать так же, в принципе, как и деревяшку. Мало очень заметно вот в прошпаклеванной области. То есть практически незаметно. Ну и что? Начинаем мы ее делся. Даже несмотря на то, что пыль у нас из фильтра, стружка отсоса, все равно в ней есть и крупные составляющие. Мелкие и крупные. Вот столичка примерно насыпаем. И начинаем как хозяйке муку просеивать вот эту нашу с вами пыль. Немного просеяли, пересыпаем в чашечку. У меня вот самая простая чашечка в контейнер из Икеи. Тоже у жены отобрал. Продолжаем разговор. Сильно много делать не нужно. Она достаточно быстро твердеет. И уже работать ей неудобно. Мы сделаем сейчас чуть-чуть, а потом продолжим. Вот. Вот у нас эта пыль. И она везде теперь. Делать нечего. Добавляем связывающую. Я делаю на глаз. И, в принципе, тут каких-то чудес нет. Берем палочку, размешиваем. Тут сейчас связывающего маловато. Сейчас еще нальем. Вот. Консистенция вот этого, ну, самой шпаклевки, так скажем, да, она должна быть такой средней. Не сильно жидкая и не сильно твердая. То есть, сильно твердая, работать неудобно. Сильно жидкая, работать неудобно. То есть, такая средняя. Ну, вот какая-то вот такая. Давайте сейчас покажу, как работает. Очень просто все. Берем, наносим на неровность и шпателем разравниваем. Особо вокруг не оставляйте. Это как бы такая лишняя работа потом получится у вас. Вот этот, если сильно глубокая у вас трещина, ну, или неровность, или то, что нужно вам зашпаклевать, возможно, придется шпаклевать в несколько приемов. То есть, с одного раза может и не зашпаклеваться. Эту шпаклевку нужно прямо вот нанести таким образом, чтобы она всю щель забила. Если она всю щель не забивает, вы свою работу не сделали. Шпатель вот такой очень удобно использовать. Он резиновый какой-то такой. Вот здесь уже подсохла, и видно, что она не заполнила до конца впадинку. А вот сейчас уже заполнила до конца. Ну, вот, наверное, сюда еще потребуется немножко нанести. Чуть попозже. Все, она будет подсыхать, а потом я вам покажу, как ее защищать. Где-то пять минут проходит, пока она высыхает. И после этого мы ее просто шлифуем. Вот и все. Итак, друзья мои, краткое резюме. Вот такая вот фигня. Крайне полезная вещь в столярном деле. Понимаете, шпаклевка щелей, она всегда присутствует, практически в любом изделии. Конечно, хочется всегда подогнать прямо вот в идеал, но иногда не получается. Иногда просто сам косятишь. Иногда что-то там не так. Где-то, особенно там с волокнистыми деревьями, типа дуба, да, где-то там волокно отлетит, где-то еще что-то. Часто такое бывает. Поэтому, крайне вам рекомендую купить вот такую фигню. У меня наварит фирма Swiss Made. Ну, не знаю, я покупаю, как попадаю, например, в контору, в Господи, Бор, что мой. В Удсток приезжаю, у них там вот такая, например, шпаклевка. Там, где Борма торгуют, у них там другая шпаклевка. Они, в принципе, одинаковые. Что та, что эта. То есть, мне кажется, что они вообще льются одинаково. Ну и все. Буду с вами прощаться. Нижегородцев и рядом живущих жду я вот уже в субботу 13-го числа к себе на две лекции устройства и оборудование столярной мастерской и бизнес-столярки. До свидания. С вами был Юрий Бажан. Всего хорошего.